Мало кто из забывателей, что называется сходу, сможет назвать хотя бы несколько стоматологических заболеваний. Обычно вспоминают кариес. Самые продвинутые или уже не раз прочувствовавшие их на себе в курсе про существование пульпита и периодонтита. А между тем болезней не один десяток. И каждая способна доставить немало проблем и забот, не говоря уже про неприятные ощущения. Именно поэтому доктора не устают напоминать о профилактике, которая надежно стоит на страже здоровья. Последнее, к слову, имеет немало составляющих. И применительно к полости рта это не только отсутствие боли. Применительно к здоровью полости рта это не только отсутствие боли, какого-то воспалительного процесса, дискомфорта. Это не только нормальная функция жевательного аппарата, но и красивая гармоничная улыбка, которая притягивает к себе, делает человека привлекательным и подает сигнал о здоровье человека, о каком-то благополучии. Чтобы иметь ту самую привлекательную и здоровую улыбку, важно соблюдать определенные правила. Они просты и известны большинству. Однако, как показывает практика, все тоже большинство с легкостью их игнорирует. И совершенно напрасно выполнять правила несложно, а эффект не заставит себя ждать. Первый пункт это найти доктора и желательно приходить к нему не реже, чем один раз в полгода. А можно чаще, это уже решит пациент с доктором. Второй пункт это, естественно, самопомощь. Это главное, потому что доктор каждый день не может быть рядышком и заботиться о полости рта. Но самопомощь, естественно, включает гигиену, питание, вторпрофилактику. Все тонкости ухода за полостью рта знают только врачи. И они, к слову, в секрете их не держат. Охотно делятся своими знаниями с пациентами. Главное, чтобы последние к ним все-таки приходили, мужественно переборов свой страх перед кабинетом стоматолога. И тогда есть все шансы не сидеть в очереди с острой болью, а приходить только для профилактического осмотра белоснежной улыбки. Продолжение следует...